Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ! И сегодня я снимаю долгожданный обзор на нового дракона в моей коллекции, а именно на Кривоклыка и на нового всадника Смаркалу. Да, это новый дракон в моей коллекции. Не, ну как новый? По крайней мере, из третьей части. Это новый Кривоклык со Смаркалой. У меня никогда не было Смаркалой. Кривоклыка я очень рада. И, наверное, многие из вас говорили, а будешь ли ты покупать Кривоклыка? Да, я честно хочу вам признаться, что с самого начала, когда только я еще узнала, что будут игрушки по капличе дракона, я хотела собрать все вот такие игрушки с викингами. Ну, кроме, конечно же, Беззубика с икингом, да. Но когда я узнала, что к нам в город завезли драконов, то там не было таких. Там сначала были вот такие, как мой Беззубик. Вот такие отдельные. И, как вы знаете, у меня есть такой Кривоклык. Но я его сама не покупала, мне его подарили. Поэтому я, так скажем, не знала, что у меня будет Кривоклык. Но хорошо, что мои родители на Айвита нашли мне вот такого Кривоклыка. Стоил он дорого. Три тысячи. Да, не дешевый Кривоклык. Но ради Кривоклыка я готова, потому что я очень люблю эти персонажи Смаркала и Кривоклык. Раньше это были вообще мои любимые персонажи, но потом уже появились другие. Так, что ж, давайте начнем обзор. Первым, на первом, давайте посмотрим на оформление нашей коробочки. На коробке с лицевой стороны написано «Snot loud and hook thing». Если я неправильно читаю, то, ну, извините, я не живу в Англии или в Америке. 4+, тут вся информация на английском, т-т-т-т-т-т, написано «N». Ну, если крыло вот так вот отвернуло, то написано «Fires Dragon Blasts». Что переводится как... Я не знаю, как это так же переводится, но по-нашему он стреляет вот этим снарядом. Во, как по-нашему. Так, написано «Dreamworks», «How to train your dragon in the hidden worlds». Спинмастер, кто подарил нам эти чудесные игрушки. Мордочка нашего любимого беззубика. И, конечно же, знак нашего беззубика, а именно класс «Разящий». Так, с другой стороны, сбоку, нарисован именно класс «Кочегары». Это класс «Кривоклыка». Написано «Snot loud and hook thing». Ну, я думаю, вы знаете, кто это такие. С обратной стороны написано «Как обычно броня из чешуи дракона» на русском и на остальных языках мира. Так, потом. Здесь изображение нашего сморкала и «Кривоклыка», конечно же. Вот такие они воительные, приколи. И что мне понравилось очень в этом наборе, то, что это единственный человек, у которого прорисованы глаза. Сморкала. Здесь всякая информация. Та-та-та-та-та-там. Все такое. С другой стороны, сбоку, нарисован икинг, летящий на беззубике. Как вы знаете, это на всех упаковках в этой коллекции. Что ж, конечно же, тут еще фон скрытого мира. Очень милые наши драконы. И давайте уже распакуем их, наконец-то. Но при начальном давайте-ка, ребята, поставьте лайк, если вам нравится сморкала и «Кривоклык». И, так скажем, если вы поставите очень много лайков на это видео, то, конечно же, в сериале «Грангильда и ее тайный поклонник» второй сезон появится наш новый персонаж. И, надеюсь, вам вообще нравятся такие распаковочки. Потому что я буду, наверное, снимать еще распаковки на кое-каких драконах. Но это уже другая тема. А мы сейчас должны распаковать «Кривоклыка» и «Сморкалу». Так, давайте сначала начнем со «Сморкала», а то я вечно говорю «Кривоклык, да Кривоклык». Нет-нет-нет, не будем обижать наших новых персонажей. Так. Как я открываю, конечно, это... Я, все же я. Это я. Блин, они, конечно, идеально их запаковывают. Ну, конечно, чтобы никто не спел, это логично. Блин, это вообще жестко. Так, ребята, сейчас попытаюсь, блин, это сделать, потому что это... Вау, все, я сделала это. Так. Давайте. Его достанем аккуратно. Так он вообще легко достается. Упс. Зачем? Почему он так легко достается, это нечестно. Так, значит, вот наш «Сморкал». Вот. Он такой хороший. Ну, так, ну, скажешь, он милый очень. Так. Давайте его хорошенько рассмотрим. Вот. Вот такой вот он милашка, чаровашка. Да. Так. У него есть что-то типа крыльев и таких штучек на спине, как у крылоклыка. Прикольная штука. Так. Давайте пока что его поставим, а потом уже будем делать обзор на него. Давайте сейчас откроем крылоклыка. Сейчас. Все, готово. Легко. И достается тоже легко. Потом еще и оружие. Вот наш колокольк. Хотел поставим пока к «Сморкале». Они же друзья. Best friends. Так. Теперь давайте достанем оружие. Ой, ребята, спустя несколько минут стараний у меня все же получилось это сделать. Конечно, бедные ножницы перетерпели такое. Ну ладно. Так. Вот это стрела нашего крылоклыка. Мы ее положим пока что к нему. Это пока что так. Потом будем все проверять и все такое. А сейчас давайте еще достанем оружие с «Сморкалой». Это булаваль, сношеваясь. Я в оружии, так скажем, не очень разбираюсь. Да, это булаваль. Или молот. Не знаю. Что ж, ребята, давайте уже начнем основной обзор. Так, давайте посмотрим сначала нашего «Сморкалу». «Сморкала» одет в костюм крылоклыка, который появился у него в третьем части. На его голове шлем, на котором коричневые рога и коричневатые желтые глаза, как у крылоклыка. Он их сделал, глаза, наверное, из какого-то материала. И еще как будто бы такой рот крылоклыка, и там его глаза. Вот, посмотрите, это глаза. Это первый викинг, у которого глаза. Голова у него крутится, как у всех викингов. Конечно же, у него желтая такая, как... Как это я забыла называть? Не маска, я не помню, какая это называется штука, но используется. Ну, короче, я буду это называть маской. Да, маской. Так, дальше. У нашего «Сморкала» вот такое что-то типа крыльев и... Как плащ-крылья, которые скопированы, конечно же, у нашего крылоклока. Вот такие коричневые штучки. Это, как я поняла, подобие отростков у нашего крылоклока. Прорисована чешуя. Можно это увидеть. Руки у него тоже выполнены в стиле лап нашего крылоклока. Вот тут вот сами руки, так скажем, перчатки коричневого цвета. И вот тут тоже коричневого цвета. Остальное все красного цвета. Вот такие отростки и как когти с двух сторон. Руки у него вот так вот метятся. Так, дальше. Его основная одежда, она вот здесь вот, то есть такая желтая, как пузо крылоклыка. Такие черные, как кофты. Не знаю, что это. Штаны красные такие. Коричневые лосины, что-то типа того. И самое интересное, это его ноги. Вот вообще ноги и ботинки выполнены шикарно. Ботинки сами оранжевого такого, красно-оранжевого цвета. Красивые, вот просто шикарные отросты и когти. Это вообще. И подошва у него коричневая. Вообще так вот. Вот это самый прикольный и красиво проделанный викинг. Из всех, что у меня и были. Так. Так, давайте теперь перейдем к крылоклыку. Сам наш крылоклык красного такого цвета, как и в оригинале, конечно же. Так, давайте на него внимательно посмотрим. Наш крылоклык имеет красные крылышки с коричневыми такими пятнышками и внизу коричневым. С коричневой спиной и отростками, которые идут до самого хвоста. И рога у него тоже такого вот коричневого цвета, прикольного, очень милого. Вот такого. Глаза у него желтого цвета, нос тоже коричневого цвета. Так он полностью весь, вот, так скажем, если смотреть сверху, красненький. А вот если вот уже посмотреть на пузико, то пузико у него, конечно же, желтого цвета, как в оригинале. Конечно же, вот такие красивые, как разломы. Ну, конечно, у каждого дракона. И у него есть коричневое седло, на котором сидит сморкало, с такими черными креплениями. Теперь давайте посмотрим на его рот. Рот у него белого, ой, красного цвета, там еще язык у него есть, вроде, да, он язычок, он так парадельсован, он плохо парадельсован, там плохо видно, но вот он есть там. Белые зубы, конечно же, красивые. И у него есть лапки. Лапки классического красного цвета с черными коготками. Ну, и хвост тоже такой же. Красное, желтое, коричневый. Теперь давайте посмотрим их функции и оружие. Для макулыку надо вот так вот вставить стрелу и нажать, если не ошибаюсь, либо на лапу, либо на лапу. Да, на лапу я угадала. Так, опять вставляем. Блин, аж сморкало упал. Давайте сморкало, блин, прости. Нет, не попало. Ну, как-то это так выглядит, то есть заряжаем. И я не попала, но, думаю, принцы все поняли. Вот это так делается. Еще у него крылья, кстати, механические, это я знаю, вот. Крылья, вот, господи, какая у тебя лапочка. Почему-то лапочка такая, да. Он мило выглядит. Ой, все нормально. Так, теперь давайте посмотрим оружие нашего сморкала. Оно как у него в руках держится? Держится. Ай, блин, плохо вставляется. Вроде, а как он вставляется? Короче, как-то в руках еще я покажу. Это ужасно долго. Конечно, может, это другими способами, но просто это нелегально его вставить. Да, вставила. Фу, наконец-то. Кстати, ему очень оно идет, вот я скажу. Вообще прикольно. Так, ребята, я посадила сморкало вот тоже. Я говорю, это перфикинг, который более-менее нормально сидит на своем другом. Ну, то есть, конечно, еще не падает вообще. Ну, короче, вот это мне очень нравится этот набор. Не зря я его купила. Всем советую. Господи, я испугалась даже. Очень прикольный набор, хорошая игрушка, все функционально и очень хорошая. Повторяю, если что, я купила это на Авито за 3000 рублей. Не зря потратила 3000 рублей. Не зря. Хорошая игрушка, очень. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик, чтобы узнать, когда будет вторая серия, второй сезона Граммгельда и ее тайны поклонника. И всем пока! Пока-пока! Пока-пока! Пока!